Всем привет, с вами Дарья Эдрей и мы продолжаем играть в Outlast 2. Ребята, мы оказались, походу, опять в школе, в шкафчике уже. И всё, и нам хана, потому что здесь, как я уже говорила, полная тишина. А полная тишина... Джесс, вернись! А полная тишина грозит нам. Мы не одни здесь. И где ты? Мать. Два священника. О, можно взаимодействовать. Ребят, ух ты, ёпт. Это что? Это что, экспи? Так, отец Паркари. Сегодня я вызвала мисс Грейс с урока физкультуры, чтобы побеседовать с ней. Отец Лутер Милх говорил мне, что она ко мне слишком чувствительна и что это нехорошо для неё. Я в этом не сомневаюсь, бедная девочка. Я знаю, что ты общался с её отцом и его выдающейся личностью. А её мать была настоящей трагедией. Да успокой, Господь, её душу. Но всё-таки отец Лутер Милх считает, что поехать на экскурсию на фабрику пианино было плохой идеей Джессики. И я склонен с этим согласиться. Есть высокий риск того, что она сбежит. Кроме того, подпись её отца на разрешение выглядит немного подозрительно. Скорее всего, она поддельная. Мне нужно ваше подтверждение на отмену разрешения. Мы рассмотрим его на библиотечном занятии в этот день. Шелли. Шелли Пархам. Школьный психолог. Школа Святой Сибилы. А можно ещё что-то посмотреть? Нет, нельзя. Идёт сохранение. Скорее всего, мы прочитали что-то даже важное. А свет погас. И нам не выбраться отсюда больше никогда. Вот это вот, вот этот звук. Трынг. После того, как ты берёшь батарейку, настораживает ещё больше. Подожди, а... Темнота, она... Она... Темнота... Ладно, темнота-то, блядь, тишина. Тишина, она... Так и будет, да? Преследовать меня всё время. Я не знаю даже, что ищу. Ты понимаешь? Ты ходишь в школе и что-то ищешь, получается. По сути, что-то даже открылось. Но я даже не знаю, что. Так, мы бежали с девчонкой сюда и завернули, правильно? Нам сейчас по прямой. Так, просто тупо двигаться по прямой. Сейчас какая-то хрень случится. Я тебе говорю. Оно всё так просто, оно никогда не бывает. Ух ты. Сказочный туалет. Хоп! Ключ. Нет. Обычно просто в туалетах ключи. Мы выйдем отсюда. Блядь, закрыл так, что... Блядь. Оп. И какашка. Правильно. Что ещё может быть в туалете? Я оставлю, пожалуй, эту дверь открытой. Ну, сам понимаешь. Если нам дают место спрятаться... А, как мы понимаем, в туалетах можно прятаться. Причём даже неплохо. Что за нахуй? Было сказано главным героем. Не уходи. Везде тухнет свет. Ну-ка, 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 ну-ка. Я, по-моему, прошла, да? Ну-ка. Подожди, нам, в принципе, не нужно было туда особо идти. Но мы уже вышли. Мы в лесу. То есть, его глючит, ребят. Ничего страшного. Его просто глючит. Мы в лесу. Мы вернулись в этот грёбанный лес. Чёрт. Нет! 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 Давай, отпусти! Чёрт, отвали от меня! Чёрт, отвали! Проклятие. Хвала Господу, его пророку Ноту. Хвала Господу. Что это за хер? Без глазу. Прости меня, Господи, но я должен быть уверен. Откроем, уродник. Что он сделает? Господь, пожалуйста, будьте. Он будет один. Пусть он будет один. Я... Он... Он не запятан, он чист. Он мессия поражённых. Ты, вонючая дворняга, он ещё не превоплотился. Что он сейчас сделал? Открыз ему что-то? Он ему что-то открыз? Я просто не заметил. Сначала нужно затащить его на тот крест. Он мне реально что-то откусил? Берите мой молоток и гвозди, давайте его на крест повесим. Он родился на крыльях саранчи, не запятанный как новорождённый. Он принесёт нам благую весть, священные слова его учения. Он будет пригвождённых к столбу, умрёт и будет похоронен. Но он воскреснет в ещё более совершенной плоти. Мы съедим эту плоть во время Святого Причастия и излечимся от своих физических грехов. И мы унаследуем эту разрешённую землю. Разрушенную землю. Чё за херь он несёт? Видишь? Всё приготовили. Для тебя всё готово. Что? Что? Не делайте этого! Пожалуйста. Господи, я хочу сказать, а где твоя проповедь? У тебя должна быть для нас проповедь, которая по окончании всего приведёт нас к спасению. Чувак, кто ты? Истина, твоё наставление. Знаешь, откуда этот чувак? Мы так долго ждали, ажидая тебя. Долго страдали. Знаешь, откуда этот чувак? Хорошо, старина Ник. Думаю, нам стоит запятиться в гости. А пока ты думаешь, откуда этот чувак... Погоди, подождите, подождите! Блёдь. Но это терпимо, чувак. Да, это вот всплески вот этих боли. Конечно же, стоп. Хорошо, хорошо. Было неплохо, правда? Знаешь, откуда эти два чувака? Я тебе так скажу. А ты пока думай, думай. Ник, дай мне это. Пока тут разбираются, я не могу тебе сказать откуда они. А почему могу? Могу, конечно же, могу. Мортал Комбат 10 смотрел? Играл? Вот тебе, пожалуйста. Вот тебе и всё. Просто спиздили, наверное, ребят. Слямзали. Просто вот так. Взяли с Мортал Комбат 10. Господи, прости, что сомневался. Я червь гнойная рана. Что, что он делает? Нас освободили? Я должен выучить его уроки. Завейте ещё один гвоздь, держите его. Нет! Нет! Ты свет мира, ты пустый, моя сила. Мне удастся выбраться? Они мне ещё и ноги должны прицепляться. Они поднимут кресло сейчас? Ахереть! Представляешь, они ему даже ноги не прибили. То есть он не держится тупо на руках. Это просто... Наверное, такая боль, что... Ну и не передать словами. Нас кто-то может спасти? Он сам? Давай, дружище! На одной руке. Слов моих нету. Ты представляешь? Ты можешь это вообще представить? У нас отняли камеру, мы... Держись, детка. Да, именно так. Выстекайте крови, нужно найти винты. Боже, чёрт, боже. Тут нигде винтов, кстати, нету. Но он еле поворачивается. Нужно остановить кровь, нужно... Да, блядь, ты можешь повернуться? Я просто потеряла уже, куда ей нужно идти. Во-во-во, я нашла. Куда, блядь, орёт? Так, а вот винты? Так, так, так. Берём и обматываемся по гору. Чёрт, 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 охренеть. Как дьявольски больно. А заражение ведь ещё может быть, представляешь? Это только на одну руку? Ёб твою мать, чёрт. А, нет, на вторую, слава богу, хватит. Пропустите призрака. О, боже, чувак. Мне так жаль. Мне так тебя жаль. Ладно. Вопрос в чём? А вопрос, кстати, в том, что... Куда нам идти нужно? Блядь, конечно. Блядь, да что б тебя... Парень. Оп. Да что б тебя? Мразота римская. Ах ты, блядунья. Так, ладно. Встанем-ка. Здесь ещё раз используем бинты. Ну, потому что я не знаю, что делать в этой игре уже. Исцели больного достижения. Наверное, столько бинтов ещё никто в этой игре не использовал. У нас нет камеры. Я по привычке нажала на камеру, но у меня нет её. Ладно, идём добывать камеры, ребята. А зачем мне выглядывать? Я просто подниму всё. Мы же здесь напролом идём. Зачем нам выглядывать куда-то или что-то делать? Нахер не надо. Тут он вводит мне похеру совершенно, понимаешь? Так. Всё. Бежим. Ух ты, блядь. Ни херам я не бежим. Так. Идёт сохранение. А это значит, что наступает тот самый момент женица. Ух ты, блядь. Наверное, нужно быть поаккуратнее. Ух ты. С фонарём это уже опасно, знаешь. Ладно, ты не знаешь, какой из чуваков может подойти к тебе. Навалять тебе. Ходит, куда ты. Но. Едь. Бинт, бинт, бинт. Берём. Отлично. Так. Быстрее, 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 быстрее. Оп. Закрылись. Оп. Закрылись. Отлично. Батарейка. Пригодится. Пригодится. Всё, пригодится. Ну-ка. Сел. Пополз. Оп. Так. Нам сюда. Нам явно сюда. Вниз. Мы сбегаем. И вуаля. Мы пришли в тупик, блядь. Как всегда, нахуй. О, вот, нет. Не тупик. На тупик, блядь, прыгай. Что там у тебя? Фу, скотина заставляет нервничать. Ладно. Готовы? Сейчас будет, походу, беготня. Без камеры. В темноте, блядь. От этих фонарей. Конечно, блядь. Конечно, блядь. Конечно. Конечно. Кого-то убили, по-моему, нет? Суки. Как раз они. По-моему, они кого-то убили. Да. Этого чувака они убили. Что делать? Как забрать камеру? Вопрос, блядь. Это реально вопрос. Как забрать камеру? Будь готов лечь, называется. Как по-другому. Блядь. Чувак, да ладно. Ну и что мне делать? Я не знаю, что мне делать и кто где светит. Может быть, кстати, проплыть здесь можно. Все, вряд ли. Кто светит? Эти, что ли? Двое. Тут все, блядь. Никита, Стас, Пеха. Ну, он светит чисто наверх. И как мне проникнуть туда? Никогда. Блин, я даже, блядь, представить не могу. А-а-а, ёптва мать, понятно. Все понятно. Я разобралась. Я хотела, чтобы на пролом было лезть. Зачем нам лезть на пролом, когда мы можем пойти по дереву, правильно? А если я полежу на пролом? Нет, не сейчас. Я должна подождать. Сейчас, сейчас он берет эту херню. Он же должен ее задержать где-то. Блин, ты, чувак, сдержи внимание свое на чем-то другом. Давай, 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 давай. Так. Замечательно. И в водичку. Сука. Мне даже сказать было нечего. Знаешь почему? Потому что, блядь, из-за капель ни хера не видно. Я пыталась лечь. Я искренне пыталась лечь. Пустые. Мне не очень хорошо это получилось. Ну, теперь. Я с гордостью могу сказать, что теперь у нас все получится. А Евангелие, он пытается вернуть свое Евангелие. Мы сейчас все сделаем с тобой грамм. С чем? Вот так вот мы и сделаем грамм. Грамм от нее не придумаешь. Все. За-ши-би-сь. Бись. Блядь, меня заметили. А вот изначально он, кстати, не заметил. Нахера. Хм. Возможно. Я чего-то не понимаю. Это очень долго, блядь. Это вот нереально долго. Вот это выжидание. Блядь, это парочка. Она меня сводит с ума. Правда. Это гребанное ожидание того, пока не уйдут. Это всего. Как же они меня затрахали просто. Вот это парочка из Mortal Kombat. Я не помню, как они называются. Я помню, что это девчонка. Блядь. Я помню, что это девчонка молодая была на каком-то. Тор? Тор? Да, Тор это был, по-моему. Мужика звали вот этого, да? Которым она манипулировала. А ее не помню, как звали. Вот. И это чисто слизно. Кстати, по-моему, тихо очень передвигаться. Но в воде он не ложится. То есть я пыталась лечь. Я же мы с вами просто усели сначала под воду. Под водой, кстати, он очень достаточно долго держится. Возможно, стоит и подождать, пока они уйдут. Вот. Это все. Посмотрим. Сейчас посмотрим. Пытаемся, посмотрим. Ничего страшного. Лучше попробовать и умереть, чем долго, блядь, сидеть и выжидать 3 года, пока кто-то, блядь, уйдет с пути. Нам явно сюда. Явно нужно перемещаться. Так. Он должен сейчас уйти, но это 100%. Он же не может, блядь, сидеть тут вечно. Он не может, но сидеть тут вечно. Все, я выдохнула, теперь спокойно могу сидеть дальше. Уходи. Я просто ничего не вижу. Ничего. Блядь, из-за этих капель я ближе своего носа ничего не вижу. Это самое дерьмовое, что может быть. А теперь... Я аккуратно... Пройду по прямой. И... Я не знаю, в какую сторону прикол они ушли. Я реально не знаю, куда они ушли. Возможно, стоит и поползти. Блядь, ты хуй бы с ним, короче. Два бинта. Блядь, нельзя взять больше бинтов. А вылечиться можно? Не нужно лечиться, походу. Что, я в школе? Че за черт? Реально, блядь, я в школе, че за черт? Вы серьезно? Я даже сейчас не ожидала этого момента. Блядь. Фак. Вот это да, вот это реально было стрёмно. Кстати говоря. Страшновато. Ну а, набежим за бегущим мужиком, как всегда. Как всегда нужно бежать за бегущим мужиком. Висеница опять. Опять, блядь, слово какое-то. А, даже интересно, какое слово. Блядь, мы можем как-то... Выйти отсюда, можем. А, кстати, не спрятаны ли где батареечки, ребята? Это самое главное. Самое главное-то батареечки. Так, мне кажется, нам явно туда, но... Свет тут недаром мигает. Стекло? Так. Что оно записывает? Фу. Что это за хрень была? Я даже говорить ничего не могу, на что это похоже. Знаешь, на что это похоже? Это похоже на амнезию. Амнезия... Амнезия, короче, не помню какая. Ну, как она называется, точнее, не помню. Вот, которая до свиньи была. Первая часть, которая... Ну, не первая она, по-моему, даже была. Черт ее знает, честно, не могу сказать. Та самая амнезия, где мы с тобой... Ну, там в конце были вот эти вот... Дом, собственно, поражало вот это все красное дерьмище. Вот, и... Блядь. Вот недаром же оно открыто, да? Просто дом поражало все это красное дерьмище. И вот это вот красное дерьмище, оно похоже как раз на... То, что вот сейчас мы видели с тобой. Вот везде, знаешь, как бы... Я вот провожу какие-то аналогии в играх. То есть, вот это вот главный зл... Ну, как главный злодей? Вот эта баба, она мне пока никого не напоминает. Она уникальна. А вот этот вот мужичок, скажем так, и верхом на этом дебиле одноглазом, они напоминают мне как раз Mortal Kombat X. Это телефон? Напоминает мне Mortal Kombat X. Открывать, не открывать. А, типа... А, это я так оставила, как в прошлый раз. Ты поменяешь батарейку? У меня нет батарейки. У меня нет батарейки, прикинь. Так, а вот этот вот импульс, скажем так, какой-то, он напомнил мне как раз амнезию. Вот, то есть, что-то мы уже где-то довидели. Блядь, сейчас все вырубится к чертовой матери. Точно нигде батарейки нету, блядь, суки. Гребаные. А, она меня встретила как раз в этот момент. Как раз в этот момент, блядь. Нам, наверное, нужно бежать в обратку, да? Я полагаю. Блядь, да? Блядь, конечно, в обратку. Она идет? Блядь! Нихуя себе! Она откроет двери в силы мысли. А что это такое вообще, я не понимаю? А куда мне прятаться? Ну, мне просто в обратку бежать, да? Тупо. Хорошо, сделаем так, как вы просите. Просто, когда вы просите. Бежим, бежим на свет. У нас все же должна пройти. А, блядь, меня от нее серьезно прятаться? Реал? То есть, мне сейчас полгода ходить? И прятаться от нее? Ты серьезно? Все, надо как-то выпрыгнуть, блядь, поебать. Блядь. Так. Тут пизду мне это надо. Ищем, ищем, ищем. Блядь, ничего нет. Ни батарейки. Ничего. Вроде никого. Быстро, быстро, быстро. Телефон? Вот телефон. Где-то здесь. Звонил. Блядь, тут... А, вот он. Ну все, блядь, дозвонился нахер. А дальше-то что? Телефон, вот он. Или в соседней. В соседней оказался. Хорошо, блядь, в соседней, так в соседней. Алло. Привет. Привет, слава богу, ты жив. Сохраняй спокойствие, мы поможем тебе, мы вытащим тебя оттуда. Ты должен найти место, где спрятаться. Безопасное место, где ты можешь вспомнить вкус ее поцелуя. Когда ты почувствовал, когда шея ломается, чертов ублюдок. Я еще продолжаю здесь находиться? Сколько можно? Сколько, блядь, можно? Сколько, мать его, можно, блядь, уже? Блядь. Вроде никого. Как мед. Блядь. Сук локируется. Все двери закрылись. Ну пизда мне. Блядь! Понятно? Просто бежим, блядь. На свет. Он идет! Я иду, блядь. Да я же шла за девочкой. Нет? Блядь, не работает? Эта хуйня не работает? Я шла за этой мразью. В чем проблема? Дома? Все же понятно. Вот батарейка. Надо! Блядь. Куда я иду? Так, все понятно. Из туалета он в туалете. Быстро поворачиваем. Оп, убежим. Все понятно. Бежим, блядь. Он идет. Нахуй идти, девочка. Спрятались, ебать. Идет сохранение. А-а-а, еб твою мать. Может мне пора закончить эту серию, да? Давайте закончим эту серию здесь, пожалуйста. Мы сохранились. И слава тебе, господи. Ребят, что-то херово у меня сегодня ласплейчик получается Потому что одни эмоции становятся страшнее И я ощущаю это Я нахожусь больше в замкнутых помещениях Я нахожусь больше в тихих помещениях В которых действительно мне становится некомфортно Мне становится страшно Игра преподносит больше эффектов неожиданности А вот по поводу сравнений, аналогии с другими играми Или какими-то пугающими вещами, которые происходили в других играх Которые я вот сейчас проводила вам Из Амнезии, из Mortal Kombat X Мне не нравятся Мне вот такие вещи не нравятся Мне в принципе во всех играх, дайте мне новизны Я не люблю, когда кто-то что-то откуда-то слизывает Потому что идеи, как бы она есть Да, у некоторых людей появляются идеи одинаковые Но вот так вот лизать, знаешь, с одной игры на другую Это не круто То же самое, знаешь, как делают до хера симуляторов Там про космос, все идентично, блядь И ничего нового в этом нету А люди все равно покупаются Я не люблю такие вещи Я люблю, когда действительно появляется что-то новое Качественное и крутое Спасибо Outlast, что продолжает нас пугать Мы, наверное, прошли пока полигры А мне, правда, ссыкотно становится, ребят Хотя я не осторожничаю Я считаю, что в Outlast, конечно, осторожничать Уже не имеет никакого смысла Потому что мы знаем, что если ты умрешь, ты умрешь Как бы ничего страшного в этом не случится Из этого не случится И даже иногда это бывает хорошо Потому что нам дают целую батарейку Одну целую батарейку И это круто Еще раз спасибо большое за просмотр Ставьте лайки, комментируйте, подписывайтесь на канал Вступайте в группу ВКонтакте И всем до следующего видео Всем пока Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...